друзья приветствую вас это очередное видео на канале здравость эта часть нашего видео марафона марафон 2020 в котором мы в течение 30 дней выпускаем видео хочу сегодня поговорить о такой теме которая наверное звучит как ферментирование и живое питание буквально дам несколько каких-то идей каких-то каких-то моментов из опыта из понимания какого-то то есть ферментирование что это такое вообще как к этому относиться да соответственно у нас есть два типа ферментирования есть ферментирование которое производит алкоголь да это один химический процесс и есть ферментирование при участии там другого процесса других бактерий соответственно на которой происходит что-то напоминающее, ну, например, квашеную капусту, да, то есть у корейцев есть кимчи, и у немцев есть сауркраут, то есть это и есть, как бы, кислая капуста, да, соответственно, ну, та же самая квашеная капуста, которая всем знакома. Вот нас здесь, в нашем видео, будет интересовать именно второй вариант, потому что первый вариант, ну, с алкоголем, то есть, там, вино, такой тип ферментирования, ну, пиво, наверное, там, в общем, не ругайте сильно, если я, там, по химии особо не, в общем, неверно говорю, я особо не знаю, как пиво производится, но, соответственно, предполагаю, что тоже ферментирование определенное, вот, это все именно алкоголь, да, соответственно, нас это не интересует, там с этим примерно все понятно, вот, хотим вернуться именно к ферментированию такому а-ля квашеная капуста. Что это такое вообще, от чего в культуре или в культурах появились ферментированные продукты? Я когда-то задавался этим вопросом, вот, и, соответственно, для себя достаточно так просто, если можно сказать, ответил, что ферментирование появилось, и вообще ферментированные продукты появились из-за холодного климата. То есть, если посмотреть, да, где ферментированные продукты, хотя бы один или два, так четко присутствуют, да, как я уже сказал, там, значит, у корейцев, вот, значит, как бы в русскоязычном мире есть квашенная капуста, да, есть какие-то еще моменты у немцев, это все страны с холодным климатом. В принципе, как мне кажется, да, если посмотреть на более теплые страны, то именно ферментированных продуктов у них, в принципе, там меньше. Да, почему так происходило? Банально, это способ сохранить какие-то витамины, питательные вещества в холодное время, в холодное время года. То есть, получается, ферментируя, допустим, ту же капусту, делая квашеную капусту, мы ее потом можем хранить зимой, и, соответственно, зимой употребляя этот продукт, да, мы, соответственно, что-то получаем. И здесь как раз может прийти интересное понимание. То есть, это значит, что в ферментированных продуктах, да, что-то сохраняется, что не сохраняется как-то по-другому. Соответственно, в каком-то смысле эти продукты, они достаточно близки именно к живому питанию, да, и получается, что там, несмотря на процесс ферментации, там все еще есть что-то, что потом организму дает возможность, в общем, получать, да, какие-то определенные полезные вещи. Тут, наверное, можно сказать, что, ну, например, не обязательно же ферментировать, можно просто, как бы, вообще это не употреблять. Соответственно, зимой там, значит, оставаться там на каких-то крупах, да, речь идет именно о таком холодном климате. Вот, но здесь как раз момент в том, что в крупах, да, возможно, там есть какие-то калории, там есть какой-то крахмал, то есть, который в итоге в сахар превратится, в какую-то глюкозу. Вот, но там нет чего-то типа витаминов, там нет каких-то еще полезных вещей, да, соответственно, вот именно для этого были открыты или придуманы процессы ферментации, соответственно, именно поэтому многие культуры именно этим и занимаются. Да, то есть посыл такой, что, значит, в ферментированных продуктах есть что-то, чего нет, да, как бы в противном случае. И, соответственно, тут такой нюанс, да, что ферментированный продукт, он не обрабатывается термически. То есть ферментация, по сути дела, это как такая магия. То есть если кто-то когда-то делал квашеную капусту, можно просто взять капусту, соответственно, там что-то с ней сделать, потолочь ее немного, чтобы она дала сок и, по сути дела, залить водой. Даже соль не обязательно, то есть соль добавляют лишь для того, чтобы это потом все дольше хранилось. То есть соль, по сути дела, при ферментации это больше как консервант, да, то есть чтобы это дольше стояло, дольше хранилось, для этого добавляется соль. Вот, но для самого процесса ферментации, для того, чтобы это начать, соль не нужна. То есть ферментацию производят, по-моему, молочные, да, вот эти бактерии, Соответственно, они присутствуют везде, и просто вот, как бы, самим фактом, как бы, залив водой, да, немного положив под пресс, да, вода, соответственно, и начинается этот процесс, и там через 4-5 дней уже появляется вот такой вот вкус квашеной капусты. Вот, и это очень интересный нюанс, то есть, получается, что мы термически не обрабатываем эту пищу, да, что-то там происходит, то есть, химически она как-то обрабатывается, потому что что-то бактерии с ней делают. Вот, буквально это два ингредиента, то есть, сам продукт и вода, соответственно, какие-то бактерии там что-то делают с этим продуктом, а потом человек употребляет, да. Вот, эти продукты употребляются в огромных количествах в некоторых странах, то есть, вот, у корейцев вот это кимчи, то есть, наверное, на капусте определенной что-то напоминает пекинскую капусту, да, основанную, и, соответственно, туда же добавляют большое количество моркови, различные овощи, то есть, много овощей можно ферментировать, и получается, что там даже некоторые овощи типа моркови, например, регулируют скорость, то есть, чем больше в квашеной капусте моркови, тем дольше она будет ферментироваться. Чем меньше моркови, тем, соответственно, быстрее. Это как такая педаль газа, то есть, тормоз и газ, да, соответственно, это морковь. Вот, и получается, я в свое время тоже пробовал и экспериментировал именно с ферментированными продуктами, то есть, и с квашеной капустой, и заморачивался, и готовил, и там какие-то покупные разные варианты пробовал. Поэтому покупные обычно грешат тем, что в них бывает много соли. То есть, если будете покупать, соответственно, надо будет найти что-то качественное. Скорее всего, не магазинные, обычно это какие-то частные, там, а-ля у бабушек, там, или просто какой-то такой качественный небольшой производитель где-то. Вот, нужно найти, и, соответственно, уже найти что-то качественное, и будет похоже на домашнее. Вот, и как это ощущается именно в плане живости этого питания? Скажем так, вот, если брать определенную шкалу, допустим, берем какой-то живой продукт, который телом воспринимается абсолютно спокойно, воспринимается как это что-то нам родное. Нет, там, пищевого лейкоцитоза, нет, значит, ответа иммунной системы. Это воспринимается просто как продукт, который вот попал нам в тело, и он нам пригоден. Вот, то есть, нет никаких ощущений, тумана в голове. И, допустим, есть какой-то продукт, ну, скажем, какие-нибудь тушеные овощи, например. То есть, это, в принципе, такой вот не очень, не очень плохой, скажем так, продукт, в том смысле, что он не так сильно воздействует на организм, да, именно в негативном ключе. То есть, от него можно почувствовать какой-то туман. Человек, если он уже почистился, он, соответственно, если ощущает, как это все в теле происходит, вот, он почувствует определенную реакцию. Вот, а капуста, именно ферментированная, она находится где-то вот посредине. То есть, по ощущениям, она не дает такого тумана. То есть, все-таки чувствуется, что организм воспринимает это как что-то биологическое, да, а не как что-то, как отрава, которую нужно сейчас нейтрализовывать. Вот, но, тем не менее, есть такая определенная тяжесть. Вот, и с точки зрения печени, да, тоже, тоже может быть для некоторых людей, например, тяжеловатым, так как продуктом, поэтому даже говорят, что квашеной капусты много есть не рекомендуется. Вот, но вообще, к чему я это все рассказываю, для чего я это все рассказываю? Рассказываю, чтобы ответить на такой вопрос, вообще, для чего и как это появилось? Вот, ответ я уже дал. Это холодный климат, то есть, это попытки людей именно получать какие-то питательные вещества в холодном климате. Когда наступает зима, соответственно, ничего не растет, когда много снега, да, сберегая, выращивая это все летом, соответственно, мы можем зиму протянуть, да, и при этом, вот, получить все еще какие-то витамины, какие-то полезные вещества. Вот, стоит ли это есть сейчас, когда, например, нам более доступны какие-то овощи, фрукты? Это решать каждому. Я для того, чтобы помочь вам ответить на этот вопрос, вот, расписал определенную реакцию, даже показал, где примерно этот продукт, по моим ощущениям, будет выпадать на такой вот шкале, скажем так, нашей реакции на различные продукты питания. Вот, и уже основываясь на этом, а также на том, что у вас доступно, какие овощи, какие фрукты, да, если вы живете в холодном климате, соответственно, вы можете уже сами решать. Вот, но если, например, вы только переходите, если вы еще пытаетесь настроить рацион, возможно, стоит обратить внимание на определенные ферментированные продукты, потому что есть еще такой интересный нюанс. Была одна работа доктора Прайса, насколько я помню, это был стоматолог в 20 веке, который, в общем, исследовал зубы, и была еще работа, насколько я помню, когда исследовали долгожители. Да, ну вот, про стоматолога я достаточно хорошо уверен, а про долгожителя могу ошибаться. Про долгожителей. То есть, стоматолог занимался тем, что он объездил весь мир и хотел посмотреть, где во всем мире у людей идеальные зубы. Соответственно, он нашел один такой интересный фактор, общий между всеми этими такими точками, где были идеальные зубы. Соответственно, оказалось, это был определенный витамин К. И, как оказалось, этот витамин К, он вырабатывается вот именно в том числе вот этими бактериями во время ферментации. То есть, у многих культур, у которых были, у жителей которых, да, или у членов которых были хорошие зубы, именно общим было то, что они использовали определенные ферментированные продукты. То есть, в Японии есть и мизо суп, да, и там еще какие-то вещи. То есть, у многих культур это присутствует. Вот. Соответственно, есть, возможно, определенные плюсы. Опять же, как компенсация. Если, например, нет чего-то доступного, если вы живете в холодной какой-то местности, может быть, зимой не так хорошо привозят, вы можете спокойно это с лета заготавливать. Опять же, единственная проблема – это соль. То есть, придется, наверное, если долго хранить, использовать соль. Да, так что, может быть, это не самый оптимальный вариант. Вот. Но вот такие вот идеи насчет ферментированных продуктов. Интересно ваше мнение. Пробовали ли вы? Какой у вас опыт? Какие ощущения? Употребляете ли сейчас? Что употребляете? Как? Сами ли готовите? И так далее, и так далее. Давайте пообщаемся. Пишите в комментариях. Это Яков, канал Здравость. Увидимся с вами в ближайших видео. До скорого. Продолжение следует.